Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания «СВ Транс» – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Путешествие с семьей на автомобили – это один из самых интересных видов путешествий. Вы можете сами выбирать маршрут, останавливаться где пожелаете, ну и, конечно же, объем необходимых вещей не ограничивается одним чемоданом. Известно, что самые дорогие автодома не имеют предела по цене и могут уходить далеко за 1 миллион долларов. Действительно, шикарные автомобили, в которые конструкторы умудряются вместить не только полноценные спальные места, но и бассейны, вертолетные площадки, гаражи для второго автомобиля и многое-многое другое. Наибольшей популярностью автодома пользуются в США и Европе. В России же такого бума не наблюдается. Причин может быть много. Основные, конечно, это высокие цены на такой автомобиль, малое количество оборудованных кемпингов и качество дорог. В этом выпуске мы поговорим с семейной парой, которая воплотила свою мечту путешествовать на автомобиле и сделала автомобиль на базе Соболь 4х4 под свои потребности. Получился отличный бюджетный автономный внедорожный дом на колесах. Сразу после свадьбы они отправились в свадебное путешествие, которое на момент съемок длилось уже больше года. Мне удалось встретиться с ними, когда они возвращались из Магадана через Якутск и заехали в сервисный центр «ГАЗ» для текущего обслуживания автомобиля. В данное время они находятся в Амурской области и до дома им остается проехать 7000 километров. Итак, знакомьтесь, Серж и Натали. Как появилась идея сделать такое большое путешествие? Идея возникла, наверное, у меня в первую очередь. Я ее рассказал Наташе, и она поддержала эту затею. И дальше мы долго обсуждали, все продумывали. В основном, конечно, вдохновлялись чужими примерами, зарубежными. Потом начали наших путешественников изучать. И в итоге выяснили, что очень много людей классно путешествует. Мы тоже так хотим. Сначала Сержа сказал просто «поедем и путешествуем». Я говорю «ну поедем». А потом оказалось, что на год на Соболе. Вообще подробностей я сначала не знала. То есть, а, Сергей, у тебя была сразу идея изначально, что поедешь на Соболе? Нет, это тоже родилась не сразу концепция. Я раньше владел внедорожником китайским и думал на нем поехать. Но он уже был старый. Я долго думал, соображал. И в итоге начал искать новую машину. И когда я начал искать новую машину в пределах миллиона рублей, я понял, что старые какие-то импортные варианты меня не устраивают. Новых, хороших за эти деньги не купишь. И тут вдруг я узнал, что вообще есть такая машина, как Соболь. Раньше она для меня не существовала как машина. Для меня это все «Газели», «Маршрутки». Это все было из одной серии. И тут я узнал, что есть Соболь, есть полный привод, хороший дизельный двигатель. И я вот всю эту тему обдумал и понял, что это будет идеальный автомобиль. А главное, что я попросила туалет. Да, Наташа попросила. То есть сначала были вот эти примерные такие концепции, как обычно у внедорожных людей. Наташа сказала, если мы поедем так надолго, то мне нужен туалет, чтобы я могла хорошо спать, хорошо кушать все. Я подумал, что это обязательно может быть не веневент, полноприводный. И вот кроме Соболя за миллион рублей ничего другого невозможно. Ну и оправдались ли надежды? И вообще, как себя ведет машина в пути? Спустя год, да, я понимаю, что это был прям самый правильный выбор. По надежности полностью все устроило. Я думал, что будут какие-то более сложные поломки, их не было. Объем отличный, и мы прям в нем привыкли, как в доме. Как тебе? Мне очень нравится. В условии, что мы его забрали, один раз в нем переночевали и уехали. То есть не проверяли. Да, мы даже не успели. Вся эргономика, все, насколько это нам подходит. Мы просто поехали, и уже в поездке поняли, что оказалось оптимальным. У нас и объем, и размещение мебели, и все. Что мы придумали. Что в первую очередь нужно взять человек с собой, чтобы комфортно более-менее попутешествовать на автомобиле? Ты как считаешь? У меня вот самое главное оказалось кровать. То есть когда я хорошо в Соболе высыпаюсь, я при росте метр восемьдесят пять, я там полную длину лежу, сплю вообще как дома. Мы просыпаем часто даже дольше, чем хотелось. И вот когда ты выспался, я чувствую себя очень комфортно. Я могу долго ехать, справляться с какими-то сложностями, с бездорожьем. Так, ну, значит, первое есть, это спальное место. Да, удобное, хорошее спальное место. Это второе, что можно. Ну вот, наверное, если на не очень большие паски, то холодильник. Потому что он у нас маленький, но скоропорчащиеся продукты, конечно, в нем хорошо хранить. Вот, чтобы рацион не состоял только из консервов. Потому что они очень быстро надоедают. И если даже на месяц поедешь, то, конечно, захочется какое-то время вот такой обычной еды. Спальное место, автомобильный холодильник. А вот на третьем месте, извините, туалет. Туалет. И вот туалет. Да, это очень-очень удобно. Потому что, ну... Девушкам-то особенно, а я даже как мужчина, когда ты находишься, например, на каком-нибудь там Кольском полуострове, у тебя за бортом там задувает ветер, дождь, какие-то комары, холодно. А тут ты внутри машины в тепле, в комфорте, удобно, все делаешь. Все вопросы гигиены и душ, получается, да, мы и моемся там, и в туалет, все очень удобно. А вот из всех мест, которые вы посетили, вот по России, вы сколько километров найдете? 45 тысяч, получилось, в путешествии. Из всего маршрута вот самое запомнившееся вам место. понравившееся. Я могу точно сказать, что их несколько, нет самого. Да, вот нет какого-то конкретного. Потому что и север, вот Кольский понравился, и Карелия понравился. Кавказ. Кавказ понравился. И Алтай. Да, и Крым, несмотря на то, что мы там были до этого. Байкал, там одно место нашли просто вообще. Мы там были сутки, но это были почти такие самые лучшие сутки. В общем, да, очень все разное. Разные регионы по-разному, даже если широты примерно одинаковые, то рельеф, люди, все это, и прям нет такого места, куда бы я сказал, все, нечего там делать, не поеду бы. Ну, вы сейчас назвали почти весь его маршрут, мне кажется. Да, да. То есть, в любое место можно поехать, что... Ну, может быть, тогда с такой части созерцательной перейдем к технической. Как был подготовлен автомобиль, что в нем, ну, какие-то дополнения, которые позволили вам, позволяют вам комфортно путешествовать? Ну, вот, исходя как раз из пожеланий, мы начали его готовить. То есть, вот Наташа выразила пожелания насчет туалета, душа. Я понял, что вот я хочу хорошо спать. И то, чтобы удобно было готовить, мы тоже решили оборудовать кухню там. И поэтому, получается, доработки были разделены на две части. Вот этот вот салон, как бы, доработки по комфорту. И это уже моя личная затея, немножко увеличить проходимость в плане того, что... Как бы, в основном, моральную. То есть, особо ничего в конструкции автомобиля мы не меняли, но просто защитили его так, чтобы можно было спокойно преодолевать любые там трудности. И нигде мы в итоге так и не столкнулись с такими моментами. А один раз только на Алтае мы решили, что вот нет, там слишком сложно, туда мы не поедем. Соответственно, внутри у нас была оборудована мебель. То есть, спальное место мы сделали, которое состоит из трех рундуков. В них еще и лежат всякие вещи. Мы сделали, получается, багажный отсек, в котором поместилось. Вот весь этот запас вещей, который нужен на год. Это зимняя одежда, летняя одежда, там куча всяких продуктов каких-то. Инструменты. Инструменты, вот это. Душ, туалет с отдельным отсеком. И кухонный блок с мойкой из газовой плитки, из баллона для газа. Это часть. В передней части салона мы, получается, поменяли сидение. Потому что штатное, в принципе, мне было нормально, а вот Наташа, у нее там двойная сидушка, вот эта плоская стояла. Она не очень удобная в длительных путешествиях, формы нет. Вот, поэтому поменяли сидение. Ну и потом холодильник туда плеск стоит. Да, и благодаря этому образовалось место, влез в холодильник между сиденьями. Вот, поставили дополнительную рацию, получается, для общения с дальнобойщиками. Тоже иногда пригождается. Они про эти камеры сообщают, про всякое такое, между собой какие-то ремонты. Вот, холодильник, да, туда влез. Ну и, в общем-то, внутри, наверное, все. А, ну, дополнительный свет немножко сделали, чтобы поярче было, все равно. Ну, доп-баг там еще вывину. А, ну, это всякие кнопочки-тумблеры, да, для этого же, для технической части. Соответственно, по внешнему, снаружи мы сделали силовой обвес. Все это крепится к раме, все это съемное на случай, вот, если какие-то там неприятности сотрудникам ТПС возникнут. Соответственно, силовой обвес состоит из переднего бампера, в котором сделано крепление под лебедку. И главное, что он выполняет еще важную функцию. Он защищает радиатор. Сополь, вот это такое слабое место, и нижняя кромка радиатора обычно отбивается там первым делом. Соответственно, она защищена. К ней же еще крепится защита дополнительная, которая защищает моторный аптек, алюминиевый лифт. Лифт кузова 4 сантиметра сделан, чтобы влезали колеса чуть большего диаметра. И, соответственно, колеса стоят на дюйм больше стандартных. И это грязевая резина, которая, в принципе, себя оправдала, очень хорошо себя показала. И по трассе нормально, комфортно, никакого особого шума. Но главное, что бездорожье, это прям спасение. Пороги, которые тоже сделаны силовыми, для того, чтобы они выполняли свою функцию не только декоративную, и не только удобство залезания в машину. Но рама дополнительно усилена еще двумя поперечинами. И благодаря этому теперь за пороги можно там кратиться. Что мы делаем. Что мы, собственно, делаем. Когда у нас взорвалось колесо. Взорвалось колесо здесь на трассе. Задний бампер тоже силовой, тоже к нему крепится лебедка. И он сделан так не сильно выступающим, поэтому его обычно даже и многие не замечают, что он существует. И повешен дополнительный бак на 50 литров, получается, теперь всего 110. И хватает, в принципе, почти на тысячу километров. Очень комфортно. Сверху сделан багажник. На багажнике лежит куча всякого нужного барахла. Это лодка, всякий хайджек, лопата. Как раз кофр с зимними вещами. Запаска лежала там, пока не пригодилась. И все. Сделан дополнительный свет. Дополнительный свет по кругу тоже очень удобно. Соответственно, в передней части, естественно, в ночи ты себе все освещаешь. А боковой весь ты очень удобно организуешь лагерь. Если приехал куда-то в темноте, это сделано. И вот, все, лебедка съемная лежит в багажнике, соответственно, не перетяжеляет лишний раз морду. Не беспокоит, опять же, сотрудников полиции, которому не попадается на глаза. И утяжеляет зад, который у Соболя. Как раз, когда недотяжеленный, имеет свойство немного прыгать из-за того, что рессорная подвеска. И в заднюю подвеску, в заднюю часть, получается, доставлен еще третий лист, рессор. Потому что вес довольно большой из-за того, что много вещей. И главное, что отсек с душем, туалетом, он довольно легкий. А отсек багажный, соответственно, сильно тяжелее, потому что там все заполнено. И он немножко перекашивался. Третий лист выровнял эту ситуацию. В итоге машина весит 3 тонны 350 с полной загрузкой. И отлично себя чувствует. Двигатель прекрасно все это дело тянет. Ничего не перекашивается. Вот 45 тысяч все это уже проехало. А по трассе на рессорах как? Нормально из-за того, что она достаточно сильно загружена. В принципе, он себя нормально ведет. Не козлит достаточно сильно. И 100 километров, это вероятно, крейсерская скорость по нормальной трассе. Едешь, если надо кого-то обогнать, он 130 нормально едет. А так 90-100, вот это нормально. Ваши планы, то есть сейчас только часть вашего пути. Вы уже 12... А, 13 месяцев и один день. И один день. Да. Что планируете далее? Далее планируем завершить наш маршрут вот этой экспедиции, которую мы назвали «Влюбленные в Россию». И по всей России почти прокатились. Надо доехать теперь до Владивостока еще, посмотреть Приморье. И можно возвращаться домой, обрабатывать весь накопленный материал, превращать его в фильм, в книгу. И потом думать через какое-то время что-нибудь новенькое. Ну да, сначала семейные дела некоторые решить. Детьми надо обзавестись, там какой-то базой, потому что у нас собственного жилья нет. Мы все деньги, которые были, все потратили в машину, в путешествие. Поэтому нужно обзавестись каким-то жильем, детьми. И дальше уже через пару лет, я думаю, обязательно придумаем какое-нибудь новое путешествие. Но уже сейчас у моих родителей есть планы на эту машину. Они хотят, чтобы мы поехали там с ними. Ну, в короткие уже путешествия. Потом там еще с ребятами мы, короче, тоже нам. Они говорят, мы с вами поедем теперь, типа вези. У вас там все есть? Ну да, идея была такова, что я когда эту машину покупал, мне тоже немножко страшно было. Во-первых, она отечественная автопрома, во-вторых, все-таки это какой-то автобус коммерческий. Я думал, что мы сейчас съедем в путешествие, и потом будем ее продавать. И в итоге сейчас она нам так понравилась, что мы не будем ее продавать. Она у нас живет еще в семье, я думаю, не один год. И мы ей отлично попользуемся, и потом когда-нибудь еще будет. Может быть, даже когда-нибудь дорастем до кругосветки, и еще рано пойдем. Баянай-центр представляет Шаман Коллекцию одежды для якутских условий охоты Это снаряжение, созданное охотниками для охотников Шаман поможет Будьте с Баянаем КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ